МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Избиратели должны выбрать именно ее, а не других кандидатов. Обсудим ключевые моменты предвыборной кампании и многое другое. Добро пожаловать в наш аптезиль, госпожа Морарь. Добрый вечер, спасибо большое за приглашение. Как ваши дела, как проходит кампания? Немного опоздала к вам на программу, потому что мы возвращаемся с севера. Три района сделали за последние два дня. Честно говоря, я всегда на протяжении всей своей журналистской деятельности всегда была ближе к людям, на стороне людей, всегда пыталась держать руку на пульсе. Но, скажу вам честно, то, что я увидела, это превзошло мое ожидание. Ситуация намного хуже, чем я себе представляла, намного хуже. Намного. В Окнеце вчера... Город вообще умирает. Я не хочу обижать жителей Окнецы, но это правда. Это мне сами жители Окнецы говорили. Город умирает. Из 11 заводов и фабрик, которые когда-то работали, не работает больше ни один, ни одна фабрика. Я полдня провела в этом городе, и за полдня я встретила одного молодого человека, девочку. Одного единственного молодого человека, младше 18 лет. Все остальное это пожилое население. Мы встречались с работниками их вокзала железнодорожного. Работники вокзала железнодорожного в последний раз получали зарплату в апрель, за март. И вы понимаете, какое состояние людей, когда они понимают, что их вообще ничего не ждет. Отличаются проблемы жителей севера от жителей, допустим, центра? Да, мы сейчас в эти два дня были на севере. Мы постараемся на протяжении кампании добраться в каждый уголок нашей страны. Но что я хочу вам сказать. Я говорила за эти два дня с несколькими сотен людей. Ни от одного из них я не слышала проблемы референдума. Пройдет референдум или не пройдет? Угрожает ли что-то нашему европейскому пути или не угрожает? Есть ли у нас какая-то там угроза войны или нет? Людей волнует нищенское их существование, нищенские зарплаты, нищенские пенсии, отсутствие рабочих мест и полное неверие в завтрашний день. Вы знаете, самое страшное, это не когда люди злы. Люди, когда злы, у них хотя бы какая-то живая эмоция остается. Они злы на власть, они идут на выборы, они мстят. Сейчас у людей не осталось никакой эмоции. Это мое ощущение. Вот несколько сотен людей, с которыми я общалась, у меня ощущение полной безнадеги и полного... Я такую депрессию не помню. Я объездила по территориям, по нашим районам и во времена Дедона, и во времена Плохотнюка, и во времена Филата. Я не помню такой депрессии. Говорю им, как есть. Я еще раз убедилась в том, что я и моя команда, мы приняли правильное решение посвятить 95% моей программы экономике. Нет других проблем, которые сегодня волнуют граждан Молдовы. Только экономика. И все решения заключаются только там. И я не понимаю, почему мы продолжаем говорить про фейковые искусственные темы, проблемы абсолютно фейковые. Они не имеют никакого отношения к жизни людей. Просто никакого. В стране безнадега. Я предлагаю Майе Санду хотя бы на минуточку оторваться от своих срежиссированных встреч, куда людей нагоняют специально подобранных на автобусах, в том числе в диаспоре, когда людей подбирают, проверяя им предварительно все посты в фейсбуке, чтобы, не дай бог, они не поддержали какого-то оппозиционного кандидата. Пусть она выйдет немного из этого пузыря и увидит, как страна живет на самом деле. И как люди ощущают на себе эти четыре года хороших времен. Ситуация катастрофичная. И нужно действовать здесь и сейчас. Госпожа Морарь, история с яйцами продолжается. В этот раз на одной ферме из Дандюшана. Вы можете открыть скобки? Что там за яйца? Что вы делали в Дандюшане? Знаете, у меня, в отличие от моей Санды, есть яйца, пить яйца свежие с фабрики, которая ее политический инструмент по уничтожению молдавского бизнеса в виде Анса в течение года терроризирует. Я поехала на фабрику, которая обратилась ко мне. Они еще неделю назад ко мне обратились и попросили приехать, чтобы попробовать этот случай сделать услышанным на всю республику. Еще год назад Анса пришла на эту фабрику, уже седьмую по счету, и нашла у них сальмонеллу. Хочу вам сказать, что сальмонелла вообще не передается через яичную кожуру, но дело не в этом. Эта фабрика, в отличие от других, она не согласилась так просто с решением Анса и начала бороться. Они стали подавать в суд, они стали опротестовывать, они пошли в независимую, альтернативную лабораторию, сдали анализы, которые отправили в Бухарест. И в Бухаресте им сказали, у вас никакой сальмонеллу нет, у вас все в порядке, у вас чистая продукция. А фабрика стояла, из пяти цехов четыре цеха закрыли. Они продолжили бороться. Сейчас в августе к ним пришли, опять провели проверку, и последний цех закрыли. После многочисленных проверок в сентябре, при всем при том, что они уже добились возбуждения уголовного дела, потому что они доказали, что акт Анса, который постановил, что у них есть сальмонелла, сфальсифицирован. А в чем интересно, что там происходит? Могу вам сказать одну вещь. По какой-то непонятной случайности птицы фабрика, которая находится прямо за забором, но которая славится тем, что она при любой власти умеет красиво подстроиться, хорошо подстроиться и дружить с любой властью. В том числе ходят слуги о том, что они дружат с нынешним примером Дарином Ричаном. Так вот у этой фабрики проблем с сальмонелла нет. А фабрика, на которой я сегодня была, она уже год стоит. Люди год не получают зарплаты. Год не получают зарплаты. И люди в знак протеста сказали, они нас убеждают в том, что у нас яйца больны сальмонеллой. Мы все, вот сколько нас было, 70 человек, 70 человек выпили яйца свежие. Прошло уже 6 часов с тех пор, как я выпила. Видите, живая, здоровая, не умерла. Была бы сальмонелла, я думаю, я бы здесь валялась на полу у вашей студии. Это к тому, что ПАС за эти 4 года сделал все, чтобы наш бизнес был уничтожен. Я про АНС услышала от многих производителей мяса. Это не первая фабрика, которая мне рассказывает про то, какой беспредел АНСа творит. Они делают вид, что они борются с коррупцией, но при этом они... А у них есть доказательства, что вот АНСа... Да, у них даже уже было возбуждено 3 октября, 2 дня назад было возбуждено уголовное дело. Они мне показывали постановление, оно у меня в машине. Если захотите, я вам после эфира покажу постановление о возбуждении уголовного дела. Просто АНСа не повезло, что они попали на фабрику. Знаете, бывают такие люди, которые борются до конца. Им уже нечего терять. Этой фабрике 20 лет. Она была основана на... Она была открыта на основе бывшей советской птицефабрики. Это одна из крупнейших фабрик в Республике Молдова. За всю их историю никогда у них не было никакой сальмонеллы. Только пришли ПАС к власти, вдруг АНСа начали фабрику за фабрикой находить сальмонеллу. Объясните, почему в нашу страну сальмонелла пришла только с ПАСом? У меня такое ощущение, что на самом деле настоящая сальмонелла для нашей страны, это на самом деле правительство ПАСа, лично Майя Санду. Они, если хотите, колорадский жук, которых нужно выводить. Я с пожаной. Вы меня простите, но это слова людей, с которыми я общалась. Они не знают, как дальше жить. Они не знают. Поймите, вот в Окнице 11 фабрик стоят. Людям негде работать. Вообще просто. Они умирают с голода. В Дондушанах я попала на фабрику, которая пытается работать. Год они пытались продержаться на одном цеху. И им этот последний цех закрыли. Последний цех. Но объясните, как может быть такое, что сотрудники компании едят эти яйца? Как может быть такое? Они 20 лет производят яйца. Ничего никогда не было. Тут друг ПАС у них находит сальмонеллу. При этом в бухарестские коллеги сальмонеллу не находят. А ансо не принимает альтернативные анализы к рассмотрению. Нет. Может только их лаборатория анализы проводить. Исключительно. Причем нельзя эти анализы опротестовать в суде. Чтобы вы знали. Атака райдер на бизнес? Это не атака райдер. Это создание благоприятных условий для крупных производителей, птицефабрик или мясных производителей, которые близки к власти. Те, которые не близки. Те, которые не согласны опустить голову. Те, которые не согласны перейти на вакцину, которая в прошлом году специально была зарегистрирована весной 2023 года у нас была зарегистрирована новая вакцина против сальмонелла. И всех обязывают именно ей колоть птицу. Вы меня извините. Вдруг приходит пас, вдруг находит сальмонеллу, и вдруг сразу же появляется кто-то, кто регистрирует эту вакцину, которая обязывает их колоть свою птицу и животных. Но это, знаете, это вершина айсберга. Это лишь маленький, маленький штришок к общей картине по всей стране. У нас экономики нет. Она полностью разрушена. Мы должны понять... Госпожа Морая. Я заряжена после людей, вы меня простите, я заряжена после людей. Пришли в нашей стране прибыли представители Международного валютного фонда во главе с Алиной Янковой. Они говорили, что последние макроэкономические события указывают правильное направление экономическое восстановление Республики Молдовы. Вы, и не только вы, и другие кандидаты говорят, что у нас экономика Республики Молдова находится в упадке. Где противоречия? Вот тут как-то противоречия. Они говорят одно, кандидаты в оппозицию... Ну, кандидаты в оппозицию, политики говорят другое. В чем... Где середина эта золотая? Кто говорит правду? Замечу, что то, что я говорю сейчас, я говорила и раньше. Я всегда высказывалась по поводу МВФ крайне скептично. Назовите мне, пожалуйста, хоть одну страну в мире. МВФ работает практически со всеми развивающимися странами, которые пытаются выйти из развивающихся в развитые. Вот нас все учат. МВФ, Всемирный банк на протяжении десятилетий. Что африканские страны, что нас. Как нам жить и как нам правильно управлять и восстанавливать свою экономику. Назовите мне хоть одну страну, которая по лекалам МВФ или Всемирного банка добилась успеха. Одну можете им назвать? Я вам отвечу. Вы не сможете. Нет ни одной такой страны. Потому что они дают стандартные схемы, стандартные модели, что для авториканской страны, что для нашей страны, что для любого другого региона. Есть страны в мире, я лично помню, общалась с Михаилом Саакашвили в середине его мандата, когда уже, в первого мандата, когда все уже признавали, что Грузия за два года совершила грузинское экономическое чудо. Одна из первых их инициатив была максимально покончить отношения с МВФ, потому что вам навязывают стандартные вещи, которые вам не позволяют принимать радикальные меры, которые могут привести к росту экономики. Поэтому вы меня извините, но у нас очень много иностранных экспертов, которые приезжают за очень большие деньги и рассказывают нам вещи, которые вообще не имеют отношения к действительности. У нас недавно, на прошлой неделе, глава европейской делегации заявил, что реформа юстиции в Молдове превзошла все ожидания. Вы понимаете? Может быть, мы и этому поверим? Поэтому вы меня извините. Я думаю, что все, кто нас сейчас смотрят, они могут посмотреть позитивный отчет МВФ, порадоваться хотя бы за них, что хотя бы они видят эти точки роста. А я предлагаю людям посмотреть в зеркало и наконец-то ужаснуться, и признать то, что халявы нет, и никто нас не спасет. Ни МВФ, ни Евросоюз, ни Россия, ни Таможенный Союз. Нас никто не спасет. Дело утопающих, спасение утопающих, дело самих утопающих. А вот еще один аргумент, госпожа Мораль. Почти 50% деловых людей считают, что Республика Молдова движется в правильном направлении, согласно данным барометра предпринимателей, в котором есть представление об эволюции экономики и степень ее готовности к интеграции в Евросоюз. Вот этот барометр предпринимателей содержит результаты опроса, проведенного Ассоциацией партнерства новой экономики в 2017 году сотрудничества CBS Research. Вот они сделали такой опрос, и вот предприниматели говорили, что у нас все нормально. Я могу вам сейчас еще очень-очень-очень много опросов привести, которые последние, особенно полгода, перед выборами рассказывают исключительно о хороших вещах. Но знаете, какая правда жизни вообще? Правда жизни заключается в том, что те же самые предприниматели, например, строительный бизнес, массово покидают Молдову и переезжают в Румынию. Все, они перестают расстроить здесь. Здесь невозможно получить разрешительный документ на строительство дома. У нас поэтому такие бешеные цены на квадратный метр жилья, как в Барселоне, как в Лиссабоне. У нас сейчас цены... Вы думаете, в этом проблема? Абсолютно, абсолютно. Поговорите с бизнесом. Поговорите, вот поедьте на птицефабрики, которых терроризирует Анса. Поговорите с производителями мяса, с которыми я буквально на прошлой неделе общалась. Они рассказывали, как Анса находит им 0-0-0-0-0-1 процент разницы в воде и заставляет уничтожать всю партию. Просто потому, что люди отказываются заносить. Так, как всегда было. Заносят точно так же, как и раньше. Просто заносят другим. Понимаете? Поэтому все эти опросы, они не имеют никакого отношения к реальности. Если бы все было действительно так, как они говорят, тогда 220 тысяч людей, минимум, это по минимальным оценкам, не уехали бы за последние три года. Три года 220 тысяч. А каким опросам вы доверяете больше своего класса? Я вам честно скажу, я социолог по образованию, я не журналист. Я знаю, как можно проводить социологические опросы так, что ты получишь нужные тебе данные, а как можно проводить так, что действительно у тебя будут хорошие качественные социологические цифры. Я хочу со всей уверенностью заявить, что на сегодняшний день опросам в Республике Молдова крайне сложно доверять. И объясню, почему. У нас такая ситуация была еще в 2010 году. В обществе есть страх, есть понимание социально неодобряемого ответа. Когда ты знаешь, что если вдруг ты дашь ответ, который другие считают неправильным, либо власть имущие считают неправильным, тебе может прилететь. Поэтому люди в 2010 году перед срочными выборами говорили, что они за коммунистов не голосуют. А потом, ко всеобщему удивлению, коммунисты набрали на 10% больше, чем им показывали все опросы. Точно так же сейчас и с ПАСом, и со всем, что делает ПАС. Уфичал не мерджи биня. Официально оно так. Люди боятся говорить правду. Знаете почему? Потому что те предприниматели, с которыми разговаривают они, они прекрасно знают, что ФИСК под ПАСом, Анса под ПАСом, Анта под ПАСом, все структуры контролирующие под ПАСом. И сейчас не дай бог ты скажешь, что при ПАСе вам нехорошо. Все, команда ФАС будет пострашнее, чем при ПЛАХОТНЮКе. С Натальей Моралью руля страны. Какие гарантии, что не будет тоже сам? Наталья Мораль за 15 лет своей журналистской деятельности показала, что я не боюсь идти против самых сильных людей в этой стране и защищать интересы народа. Я шла против Воронина, я шла против ПЛАХОТНЮКа, который контролировал все, в то время, когда все остальные, которые сегодня из себя строят больших героев, прятались по кустам. По кустам. Они даже боялись патроны подносить, не то, чтобы хоть как-то подкрикивать. Я никогда не боялась идти против власти. Я пошла против той власти, которая обожала все наше иностранное сообщество, нынешний ПАС. Я была одной из первых, кто начала говорить о том, что королева голая. Сейчас вроде бы как появился хор. Но три года назад или два года назад я не помню, чтобы кто-то говорил о том, что королева голая, что она полностью нарушает все принципы, которые нам пообещала. Поэтому я думаю, что мои 15 лет деятельности общественной, публичной, на глазах у всех людей. Я каждый день приходила людям в эфиры, каждый день я боролась за их интересы. Я доказала не раз. Каждая власть пыталась меня будь то подкупить, будь то нажать на меня, шантажировать, подавить, будь то по-хорошему как-то предложить мне какую-нибудь функцию послаще и помягче. Но ни у кого не получилось. Вот и все. Просто мой опыт показывает, что я другая. Люди бывают другими. Бывает такое. Госпожа Морарь, почему именно пункт пропуска Лёва Бомбата для запуска кампании? Вы хотели передать месседж какой-нибудь или вы выбрали это символично? Это абсолютный символ этой власти. Это один из итогов четырех лет абсолютно некомпетентного, пустого управления ПАС. Нам очень много за эти четыре года рассказывалось красивых вещей, сладких, красивых, опросы. Все классно. Но при этом, когда ты смотришь, едешь в реальности и проверяешь, вот, типа джин-тифри, проверяешь, ходишь с линейкой, замеряешь, ты понимаешь, что все это большая потемкинская деревня. На дорогу Лёва Бомбата, напомню, на этот маленький кусочек, три с половиной километра, было потрачено 20% всего дорожного фонда Республики Молдова за 2023 год. 20%. То есть вся страна скинулась на то, чтобы эти три километра были построены. Три километра, которые ведут к понтонному мосту, по которому никогда не сможет проехать никакая машина тяжелее трех с половиной тонн. На самом начале этого участка, в который вбухали эти деньги, висит знак. Знаете, извините, как для идиотов. Вот это вдруг идиоты не понимают, там висит дорожный знак, запрещающий машине тяжелее трех с половиной тонн заезжать на эту дорогу. А дальше идет мост. Так вот, они построили посреди этой дороги к подъезду к таможне огромную площадку, платформу, парковку для 13 тысяч квадратных метров для фур. Мы посчитали, там около 100 фур по месяцу. Постарались, все там раскрасили красиво, места. Тет-Фрумос, Кан-Юропа, Кан-Юропа. Только не забыли нам напомнить, что в Европе не позволяют себе 13 тысяч квадратных метров строить впустую, закапывать в землю, а при этом до половины по неофициальным данным воровать, потому что, извините, один квадратный метр этой дороги вышел у нас в 4,125 тысяч евро один километр. В Европе стоит один километр миллион, 400 миллион, 500 тысяч максимум. Прокуроры не нашли, чем-то миллион. Не нашли там ничего незаконного. Насколько я знаю, они все еще ищут. Дело не закрыто, они все еще ищут. Я почему-то уверена, что-то мне подсказывает, интуиция у меня хорошая, она всегда была хорошей. Как только поменяется эта власть, как только, как только не будет Майя Санду и Пас, у Паса большинства в парламенте, и в Льова Бумбета найдут прокуроры, и при закупках газа 70 миллионов найдут прокуроры, и при закупках мазута найдут прокуроры, много чего прокуроры найдут. Сейчас почему-то они, ну, знаете как, ну, времена не те, времена хорошие. Вот времена наступят нормальные, тогда они все найдут. Вообще, кстати, по моей информации, все документируется, все документируется. Знаете, в прокуратуре люди же тоже наши, живые работают. Не все там плохие, не все там коррумпированные, не все там рады тому, что происходит в стране. И по разным каналам до меня доходит информация, что как только будет возможно, как только не будет этого прессинга в стране, все задокументировано, все доказательства есть. Ну, Родика, я прошу прощения, что я не хочу ни в коем случае на вас повлиять, но я бы очень хотела, чтобы мы поговорили об экономике, потому что вот... Мы поговорим и о экономике, но у меня есть еще пару вопросов для вас. Сколько гражданства Натальи Морарь? Одно. Вот в отличие от большинства наших кандидатов, у меня одно молдавское гражданство. У меня нет ни румынского, ни российского, только молдавское. То же самое у моего ребенка. Молдовянка. Шипунктум. И горжусь этим. И честно вам скажу, при всем при том, что есть решение Европейского суда по правам человека, который не запрещает руководителям страны иметь двойное гражданство, я понимаю, это закон, который мы должны соблюдать. Но внутренне, как человек, который сейчас только впервые вступает на политическую сцену, хотя она мне очень близка и знакома, потому что я 15 лет занималась политической журналистикой, я внутренне считаю, вот это знаете, как... Ну, это какой-то мой внутренний принцип. Не может руководитель страны, который присягает на верность своей родине, который управляет своей страной, иметь гражданство и другого государства. Я понимаю, что всем нам сложно, я понимаю, что большинство людей получают второе гражданство, я сейчас не важно, какой страны, опять же, Россия, Румыния, Болгария, не имеет значения. Я понимаю, что большинство из нас получает это гражданство, наши граждане, ради удобства, чтобы дети могли бесплатно учиться в Европе, либо бесплатно, спокойно перемещаться. Но руководители страны не должны иметь второе гражданство, потому что это неправильно. Вы можете себе представить президента Соединенных Штатов Америки или президента Франции, Германии, про которого мы узнаем, что у него, оказывается, есть российское гражданство, или румынское, или турецкое. Вы можете себе такое представить? Я не знаю, есть ли еще такие страны. Мне кажется, это неправильно. И это, знаете, может быть, по закону они имеют право, но дело чести, дело чести любого руководителя, как только ты вступаешь в эту должность, откажись от второго гражданства, от второго, от третьего, от какого хочешь. Вернешься обратно на гражданку, как говорится, в обычную жизнь, пожалуйста, восстанавливай гражданство, как предусматривает этот закон. Одно гражданство. Да. Едим дальше. На экране одного из телевидений на днях Наталья Марарь появляется в коллаже, в фотоколлаже с двумя другими кандидатами, которые, по мнению журналистов телеканала, являются кандидатами Шора. Как вы прокомментируете такой коллаж? Мне кажется, я уже кандидатами кого угодно была. Я кандидат самой себя и тех людей, которые за меня проголосуют, и тех людей, которые сейчас мне верят, и тех людей, которые являются частью моей команды. И я очень рада, что с каждым днем моя команда становится все больше и больше. Телеканал, про который вы говорите, это телеканал, который, напомню вам, создавала я. И когда я его создавала, я собирала тех людей, эту команду, под то, что мы должны делать по-настоящему независимое медиа. Независимое, свободное медиа, медиа, по-моему, должно всегда быть в оппозиции к власти. И оно должно в первую очередь давить на власть, а не заниматься теми, кто создает проблемы для власти. Поэтому то, что они там меня поставили, коллаж сделали, меня это не интересует. Мне скорее, единственное, что бы я им задала, какой вопрос, а как они вообще себя чувствуют, когда смотрят в зеркало, когда понимают, что они стали обслуживающим персоналом из одного из ведущих свободных телеканалов страны, который воевал, боролся, который помог эту страну освободить от Плохотнюка, который помог положить конец в свое время и продолжению Плохотнюка в то время правления Игоря Додона, они сейчас стали обслуживающим персоналом нынешней власти. Это полностью противоречит той идее, на которой строился этот канал. Это все, что мне им сказать. А все остальное ради Бога. Вы будете участвовать на дебатах? Ну, куда меня приглашают, да, единственная дебата, на которой... И на этот телеканал? Да, с удовольствием. Я единственный дебат, в которых я не смогла участвовать, это к моему, у моего коллеги Георгия Гонца, которого очень сильно уважаю. У нас в тот день были очень важные встречи, это было связано с компанией. Мы долго взвешивали, как сделать так, но не получилось. Везде, где у меня будет возможность, я буду участвовать в дебатах. Но, кстати, по поводу дебатов, по поводу того, как медиа освещает эту компанию. Я всегда занималась компаниями извне, именно как журналист, я их освещала. Я впервые являюсь частью компании изнутри. И могу вам сказать, что более несвободных выборов у нас не было. За мои 15 лет, сколько я наблюдаю за молдавскими выборами, это самые несвободные выборы. Что бы нам ни рассказывали, как бы нам ни рассказывали, это самые несвободные выборы. Знаете, нам каналы, к примеру, частные, не знаю, делать рекламу, не делать рекламу. Вот нам два канала сегодня. Не делать. Да, два канала нам частных, включая один очень популярный канал, ну, так они себя называют, отказали нам в размещении бесплатного нашего ролика, ведь по закону хотя бы один раз, а один раз пять минут тебе дают. Ну, так вот, нам отказали, потому что в нашем ролике содержатся данные, которые не проверены, не доказаны, колонны у Аси, и вообще, извините, но не соответствуют, вот, не соответствуют каким-то принципам. И нас не пустили. Нас так вообще не приглашают? Ни разу, меня ни разу не пригласили ни на одну программу. Вот они, знаете, они четыре года обслуживали нынешнюю власть, сейчас по закону обязаны дать нам по пять минут бесплатного времени, и даже этих пяти минут нас лишают. А вы там критиковали власть? Или предъявили решение? Мы дали ему укороченную форму ролика Лева Бумбата. Вы его слушали. Просто ролик, в котором я, начиная ролик с того, что мы находимся вместе, которое стало символом коррупции нынешней власти. А дальше говорю про свою экономическую программу. Я ни разу не упомянула имени Нимая Сандувсуи, по-моему, даже Спыну не упомянула. Я просто говорю про Лева Бумбата, про эту дорогу. Ни одной фамилии представителя нынешней власти я не упоминаю. Нам отказали. Госпожа Марак. Извините, другой канал указал, что очиспот консиня информация о Луне Куасе. Этот ролик содержит информацию о Луне Куасе, как скользящие, скользящие, которые не были доказаны прокуратурой. Понимаете? Почему-то этим каналам это не мешало во временах Плохотнюка или Додона, когда им власть не нравилась с утра до вечера говорить про вещи, которые не были доказаны прокуратурой, потому что прокуратура точно так же контролировалась. Но сейчас нельзя. Эту власть трогать нельзя. Сегодня день учителя. У нас передача в записи пятница вечером. Я поэтому хотела сказать, что это завтра. Выйдет в эфир 5 октября, когда день учителя. Вот у вас в программе включена предвыборную вашу программу, не только в предвыборную. Есть эта категория? Есть эта категория. И как вы видите решение их проблем? Потому что на днях профсоюз учителей опять как бы оба тут аларма. Есть эта категория, безусловно. Ну, не знаю, любой адекватный политик, он должен говорить о самых важных социальных группах в нашей стране. Учителя это не просто важные социальные группы, это группа, от которой зависит наше будущее. Понятно, что они делают все, чтобы наше будущее построить здесь сейчас. Уже проблема государства в том, что мы не в состоянии потом этим детям, воспитанным учителями, обеспечить это будущее, потому что просто нет рабочих мест. Политики не должны только говорить, они должны делать. Должны делать. Поэтому, смотрите, я учителям точно так же, как и врачам, точно так же, как и пенсионерам, точно так же, как и молодежи, абсолютно всем. Я в этом смысле абсолютно одинаковый подход имею ко всем. Я им говорю честно, как оно есть. Не будет ни ваших больших зарплат, ни ваших больших пенсий, ни хороших условий в системе образования, ни хороших условий в медицинской системе, если не будет работающей сильной экономики. Все, нашего бюджета не хватает. Он трещит по швам. Мы кредитуемся у иностранных государств, чтобы закрывать дыры. Но эти дыры становятся каждым днем все больше и больше за счет того, что нам надо покрывать проценты по предыдущим кредитам. Насколько я понимаю, на следующей неделе у нас будет визит официальной госпожи Фондерляйн, главы Еврокомиссии, которая, кстати, не знаю почему, своим статусом поддерживает только одного кандидата в этой гонке. И это полностью противоречит европейским ценностям и правилам. Я представляю, что бы сделало европейское любое государство, если бы во время предвыборной кампании приехал иностранный лидер и пообещал гору денег. Так вот, насколько я понимаю, они приезжают с большим новым обещанием финансовой помощи на ближайшие три года, но большая часть этих денег, опять же, будут кредиты. Поэтому я и учителями всем говорю, ребята, у нас нет времени больше рассчитывать и верить в сказки. Не будет сказки. Спасение утопающих дело самих утопающих. Мы должны сами вставать на ноги, мы должны сами развивать свою экономику. И мы только за счет прибыли, которую мы сами сгенерируем, можем поднимать зарплаты, поднимать пенсии. Но, поскольку учителя не могут бесконечно ждать, у нас для них есть несколько очень быстрых решений, которые изменят их ситуацию уже здесь и сейчас. Ну, во-первых, одно из первых решений, которое я подпишу в качестве президента, если не в качестве президента, то в качестве лидера парламентской фракции, потому что я продолжу этот свой бой за людей. Это будет привязка средней зарплаты учителя, средней зарплаты медика к средней зарплате чиновника. Министр, депутат, вы меня извините, то, что они сделали с 2021 года, когда подняли себе зарплаты на 300%, а медик, который пашет просто как лошадь или учитель, который пашет как лошадь, которого мы можем проверить, как проходит его день, сколько учеников он в каждом классе выучил, сколько контрольных работ проверил. Министров меньше, госпожа Марк. Они же подняли не только министрам, министрам и всему аппарату, депутатам и всему аппарату, судим Конституционного суда. Давайте пойдем по главам агентств. Вам напомнить, сколько членов всех наблюдательных советов, всех госкомпаний, включая Энергоком, Молдова Газ. Вам напомнить, сколько они получают? Там каждому минимум по 100 тысяч в месяц приходит. Минимум по 100 тысяч. Давайте соберем все эти госкомпании, некоторые из которых, кроме как дыры в бюджете, ничего не совершают. Поверьте, из этой маленькой плацинды хватило бы учителям, потому что учителям они могли хотя бы на 30% поднять зарплату за счет вот этих денег. Откажись от всяких пиар-акций в виде каких-то евромарафонов, евросаммитов, каких-то евро, как там у нас что там были, евро адунаири национали. Откажись от этого. Тебе хватит за год поднять зарплату всем учителям. Я буду настаивать во-первых, на том, чтобы опустились обратно зарплаты министров и депутатов. Госпожа Санду нам в интервью в начале своего мандата говорила, что 15 тысяч леев зарплата для премьер-министра это очень хорошая, достойная зарплата. Хорошая, достойная? Давайте опустим. Ну ладно, оставим 20 тысяч. Я хочу привязать в формуле один к двум. Хотите поднять себе зарплату, к примеру, до 40 тысяч леев, значит, учителю и медику поднимаете до 20 тысяч. Хотите себе до 60 тысяч леев, я, кстати, согласна, что у них должны быть большие зарплаты. Вот хотите себе до 60 тысяч или до 80, тогда медикам и учителям в два раза меньше. Давайте мы прерваемся на короткую рекламную паузу, мы вернемся через несколько минут. Оставайтесь с нами. Мы вернулись в студию, продолжаем наш разговор с независимым кандидатом в президенты Натальей Морарь. Госпожа Морарь, до рекламы мы говорили с вами про учителей, про зарплаты министров. Вот какое у вас решение для учителей, кроме того, что один на двух, или вы сказали, что если мы у министров будем увеличивать зарплату, увеличиваем для учителей, это вообще возможно? Абсолютно. Просто принимаешь закон, когда зарплата чиновника, к примеру, так во многих странах мира, в Великобритании, зарплата министра не превышает более чем в 2,5 раза, кажется. Мы считали сейчас, боюсь не быть точно, но примерно в 2,5 раза среднюю зарплату по экономике. Объясните, а чем наш министр более, там, возьмем день рабочий Дмитрия Алайба или день рабочий Раду-Мариана, чем их рабочий день более сложный, чем день одного учителя или одного медика? Я думаю, что у медика и учителя будет посложнее. Это нормально, это называется социальная справедливость, но, опять же, возвращаясь к учителям, к медикам и вообще ко всем, и к пенсионерам, потому что я ей пенсию буду предлагать, привязывать, единственное, что пенсия там, формула, если, к примеру, они себе хотят поднять на 10% зарплату, значит, пенсию должны индексировать на дополнительно 20%, поднять еще на 20%. Кроме того, что я буду настаивать на принятии закона, который обложат налогом все коммерческие банки за сверхприбыль 2022-2023 года, когда наше некомпетентное правительство у них одалживало деньги, чтобы закрывать дыры, и из этой сверхприбыли мы должны восстановить справедливость по отношению к пенсионерам, у которых у всех, у каждого украли через недоиндексацию пенсии в 2023 году по 15%. Но, возвращаясь, что еще у меня для учителей, что еще у меня для медиков, что еще у меня для пенсионеров, для молодых и для всех остальных, у меня для всех один и тот же месседж. Ребята, для того, чтобы мы с вами жили нормально, не выживали, нужно развивать экономику, потому что все политики в основном говорят о бюджете, они носятся с бюджетом, как с такой священной коровой. У меня фокус будет не бюджет, я понимаю, что я готова... Как развивать экономику, госпожа Моррель? Вот, у меня фокус будет развитие экономики. Я вам в начале программы сказала, я еду с севера, вот сейчас возвращаюсь с севера, я в очередной раз убедилась в том, что кроме как радикальные меры нас уже ничего не спасет. Все, варианты лечиться анальгином, когда у нас раковая опухоль, становится с каждым днем все больше и больше, просто не работают. Нам нужно кардинально менять нынешнюю экономическую модель, потому что она полностью устарела. Я предлагаю учиться у лучших, у тех, кто был в ситуации гораздо хуже, чем мы сейчас, но они за очень короткие промежутки времени сумели сделать совершенно невероятный экономический рост. Не за счет привлеченных кредитов, не за счет огромных вложений в инфраструктуру, в строительство каких-то проектов, потому что, извините, у них, как и у нас, денег не было, а за счет неординарных, назовем так, где-то даже радикальных и абсолютно сумасшедших на первый взгляд идей и вещей, они сумели привлечь в свою страну невероятные капиталы. Я, если вы позволите, мне за две минуты расскажу вам несколько примеров. Пожалуйста. Первый пример. Ирландия. Ирландия страна еще в 80-х годах была болотистой страной, в которой каждые 4 из 5 людей были за пределами страны. Из 10 миллионов в стране осталось чуть больше 2 миллионов в 80-х годах. Это была абсолютно депопуляризированная страна. Страна, как и Молдова, только еще хуже, потому что там четверо из пяти были за границей, в основном в Соединенных Штатах Америки и Великобритании. Все было очень плохо. Вокруг болота, старое население, делать нечего. Как жить? Страна для себя приняла пару радикальных новых решений, которые я считаю, что мы просто обязаны повторить, но безусловно, с учетом новых реалий. К примеру, они ввели налоговую льготу для высокотехнологических компаний мировых, которая бы простимулировала их приход со своими штаб-офисами, штаб-квартирами в Ирландию. Сейчас, когда вы в Ирландии, в Дублине побываете, я там была, я это видела своими глазами, вы увидите головные офисы Facebook, Amazon, Alibaba, Apple, все крупнейшие компания высокотехнологические мира имеют свои управляющие компании там. Почему? Потому что им Ирландия дала налоговую льготу, и вот на этот один процент Ирландия живет. Скажите, а какая проблема нам создать то же самое? Кто нам мешает? Для этого не надо вкладывать деньги в дороги, для этого не надо открывать фабрики, просто возьми и напиши грамотный закон, если у тебя мозги есть, напиши, если у тебя мозгов нет, используй искусственный интеллект, ему нажми на кнопку и скажи, Тирок Фрумос, пожалуйста, скопируй закон Ирландии, а еще в идеале Люксембурга и с компаной и сделай более привлекательный для инвесторов пакет. Вот вам один пример. Или пример, как сделала Южная Корея, которая сделала ставку на крупнейших своих национальных финансово-промышленных группах, потому что мы должны признать, при всем при том, что малый и средний бизнес надо поддерживать, он не может стать тем рывком, который нас прорвет вперед, он не может стать мотором экономики, потому что у нас сейчас экономика слишком обескромлена, поэтому нужно делать, по примеру, Южной Кореи либо Японии, когда собираются крупные национальные, в нашем случае молдавские финансово-промышленные группы, которым даются целые сектора, государство обеспечивает им полную поддержку, но с одним условием, что они развивают высокотехнологическое производство на экспорт, на экспорт, поэтому точно так же компании, которые в свое время выращивали просто рис в Южной Корее, стали потом самсунгами, просто за счет того, что государство полностью им помогало, вливало, только те, у кого есть большие деньги, они смогут быстро сделать этот скачок за счет создания вокруг себя крупной инфраструктуры, но при обеспечении всех условий со стороны государства, то есть да, у них будет в некотором смысле протекторат, будет, я как президент или я как потом лидер парламентского большинства, премьер, кто угодно, от меня будет это зависеть, я буду каждый, как президент, я бы раз в месяц завтракала со всеми крупнейшими бизнесменами страны, с крупнейшими иностранными местами и говорила, ребята, что вам надо, вот скажите, что вам надо, любая помощь, 24 часа в сутки обслуживания со стороны ФИСКа, 24 часа в сутки обслуживания, вообще просто зеленый свет везде, говорите, что вам надо, но в течение нескольких лет вы должны производственный свой потенциал увеличить несколько раз, так сделали Южно-Корей, так многие страны сделали, и это получилось, дальше, чоболи, так называемые южнокорейские, дальше, пример Люксембурга, маленькая страна, меньше Кишинева, 675 тысяч человек в нем живут, эта страна имеет ВВП на душу населения, первое в мире место занимает 140 тысяч евро на душу населения, у нас чуть больше трех, знаете, за счет чего? За счет того, что опять же, за счет изменения законодательства, просто поменяли закон, они создали условия, что всем управляющим финансовым компаниям мира выгодно быть зарегистрированными там, и на сегодняшний день 200 крупнейших банков в мире зарегистрированы в Люксембурге, 4 тысячи крупнейших финансовых фондов в мире, которые управляют капиталами на триллионы, 4 триллиона, эти 4 тысячи фондов управляют капиталами в 4 триллиона денег, нам эти деньги не снились, и это только за счет законодательства. Кроме этого, Радика, я прошу прощения, для того, чтобы привлечь очень быстро деньги в экономику, я буду настаивать на полной амнистии капиталов наших граждан, и не только наших граждан, но и наших резидентов, либо тех, кто получил ей резидентство, амнистии капитала в течение 4 лет. Это беспредел, что устроили по отношению к нашей диаспоре, не только диаспоре, но в первую очередь диаспора. Миллион граждан зарабатывают, как они могут, молдавскую экономику, потому что у них требуют справку про Вененцо Банилор. А как тебе строитель с лондонской стройки или с итальянской стройки придет и скажет, что извините, а я наполовину работаю в черную? Это не их выбор. Так работают все. Так работают люди в ресторанах, так работают в банках, работают все в белую. А в остальных видах бизнеса продолжает наше молдаване работать полулегально. Ну как полулегально? Они официально оформлены, грубо говоря, на 1200 евро тысячу евро в месяц. Все остальные деньги они получают кэшем. Им сейчас не позволяют этот кэш вкладывать. Я буду настаивать на полной амнистии капитала. Точно так же будет налоговая амнистия. Это для привлечения больших капиталов, в том числе от граждан, от населения. Я буду настаивать на том, чтобы мы использовали для крупных, приоритетных проектов экономических в стране резервы национального банка. Вы меня извините, во всех странах Евросоюза, это европейская практика, правительства могут одалживать деньги напрямую у своих центральных банков. А мы не можем. Мы можем только у коммерческих. А какая проблема пойти по практике, которая у нас была в 90-е годы, когда у нас не могли достроиться огромное количество кооперативных домов, и парламент обязал Нацбанк напрямую кредитовать коммерческие банки под 0,5% годовых, а потом коммерческие банки были обязаны кредитовать строительные компании под другие 0,5%. И всего со ставкой в 1% были построены все кооперативные дома в Кишиневе, не только. Я точно по такому же принципу буду вводить государственную программу по ипотеке под 1%. Сейчас поговорим и про эту ипотеку. Госпожа Марарь, у меня вопрос, почему, если все так легко, как вы говорите, никто до сих пор не делал этого, и почему мы должны граждане верить, что вот Наталья Марарь будет сделать это? Ардика, знаете, меня мама 40 моих лет учила, ну и продолжает учить, дай бог ей здоровья, быть скромным человеком и самой себе стараться не говорить. Поэтому в новой роли для меня политика мне крайне сложно. Политики привыкли себя хвалить, расхваливать, рассказывать, какие они хорошие, какие они классные. Мне очень некомфортно в этой роли. Но я сделала одно исключение. Вот я правда готова поспорить с любым из кандидатов. Пусть придут все остальные 10 и положат на стол свои программы и мы сравним мою программу с их программами по экономической части. Не просто по обещаниям, что мы там по 5 тысяч будем давать, по 8 тысяч, по 3 тысячи, по 2 тысячи, а будут объяснять, каким образом и откуда они будут брать деньги. Поверьте, вы нигде у них не найдете ничего про национальное агентство по ипотеке, которое будет стимулировать развитие строительного бизнеса и давать самую дешевую ипотеку любому человеку под первый дом и первую квартиру. Вы не найдете нигде там агентство по привлечению инвестиций, которое будет иметь самую, самую неординарную программу по привлечению инвестиций из всех стран мира. Знаете как? К примеру, я вам только один пример приведу, каким образом мы привлечем. Как Ирландия и многие другие страны или как Люксембург в финансы. Мы просто будем вводить программу среди прочего налоги взамен на инвестиции. Вот они на нас будут платить 100 леев налогов. Из этих 100 леев налогов мы 90 леев будем отдавать именно назад в виде инвестиций. Государственная инвестиция. При этом будем выдавать им справку, что они в Молдове заплатили 100 леев. А у нас 50 странами мира заключены договоры о двойном налогообложении. Чтобы не было двойного налогообложения. Поэтому человек, компания, крупнейшая, зарабатывающая миллиарды, зарегистрируется здесь, откроет свой офис, заплатит, и будет выгодно платить свои налоги все полностью, переводить все. То есть делать налоговым центром своей деятельности Республику Молдова. Платить 100% налогов здесь, потому что 90, до 90 они будут получать себе обратно на счет. Любой. Вот просто говорите, Министерство финансов, ФИСК, налоговая вам сразу же отправляет. И мы будем жить на 10%. Нам привлечь 10 миллиардных компаний, и 10% от 10 миллиардных компаний это тебе миллиард в год. Уже просто. За счет одной налоговой льготы. В моей программе таких примеров десятки. Я не знаю просто, сколько у нас времени. Десятки таких примеров. Что с этим одним процентом? Я вам объяснила. То есть это будет программа государственная, будет создана отдельное агентство, которое будет иметь роль, стимулируя. Они будут сами же кредитовать людей это агентство, давать им ипотеку дешевую под 1%. Они будут перекредитовывать банки, они будут выкупать у банков ипотеку в случае, когда человек, к примеру, не может уже, знаете, бывает, случается у каждого, разная история. Взял кредит, думал, что жизнь будет устроена хорошо, но не получилось, и ты банкрот. И чтобы не давать людям попадать в эту кабалу, ипотечное агентство будет выкупать эти... Еще одно агентство, еще одна госструктура, госпожа Морарь. Радика, мы не должны иметь подход, что все, что государство делает, плохо. Я как раз таки предлагаю полностью поменять подход к тому, какую роль государство должно играть в нашей жизни. Сейчас у нас государство это Цербер, сейчас у нас государство это подавитель любой инициативы, сейчас государство это у нас насильник, который насилует граждан, бизнес и так далее. Я хочу из государства сделать структуру, которая будет обслуживать нас, обслуживать. Это будет большой, один большой сервисный центр. Знаете, я склонна, когда... Я люблю на белое говорить белое, на черное говорить черное. Но ведь правда мультифункциональные центры, которые были созданы, не нынешними, а предыдущими, но они правда классно работают. Ты приходишь в одно место и в одном месте можешь, если хочешь, можешь онлайн это сделать. Ты можешь получить широкий спектр всех услуг. Раньше нам надо было бегать по 20 инстанциям, собирать справки, а теперь ты это делаешь в одном месте. Я хочу из государства сделать вот такой единый сервисный центр. Я не договорила, что мы еще будем делать. Я, кроме этого, буду настаивать на создании, на закрытии плохих агентств, абсолютно бестолковых, которые не могут доказать своей пользу для нас, на которую мы просто тратим деньги. Я уже не раз упоминала. К примеру, объясните, зачем нам нужна пожарная инспекция. Пожарная инспекция, которая приходит в бизнес, в компанию, в ресторан, куда-то, к любому участнику, и мерит, мерит, линеечка у вас тут на 2 градуса, не так висит план по эвакуации, и вообще план эвакуации должен висеть не там, а противогаз у вас не... огнетушитель, прошу прощения, огнетушитель вообще не так установлен. Давайте, 1000 евро. Зачем нам пожарная инспекция? У нас есть пожарная служба. Случился пожар, не дай бог. Мы звоним 112, и пожарная служба приезжает. Не нужна нам пожарная инспекция. Объясните, зачем нам под таможенный контроль, к примеру, на выезде страны? Почему я выезжаю из Великобритании, меня никто не проверяет, что у меня в чемодане? Я выезжаю из Италии, у меня никто не проверяет, что у меня в чемодане. У тебя могут проверить, если ты сам хочешь получить обратно НДС, потому что ты уезжаешь из страны. А у нас проверяют молдаван, колети, посылки. Зачем на этот таможенный контроль? Зачем? Объясните нам этот террор. И много вот таких бестолковых функций. Зачем нам трудовая инспекция? Во всех странах мира трудовая инспекция это функция двух служб. Полиция, профсоюзы. Есть у компании, к примеру, работники считают, что хозяева нарушают их права, они обращаются в профсоюз, профсоюз не может сам решить проблему, звонит в полицию. Полиция вместе с профсоюзом решает проблему. Зачем держать целую трудовую инспекцию? Но я за то, что всех тех, кого мы будем, все государственные ненужные службы, которые нам надо будет ликвидировать, потому что у нас раздутый государственный аппарат, абсолютно ненужный. На душу населения, мне кажется, у нас один из самых больших, одно из самых больших количества чиновников на душу населения. Мы не можем себе это позволить. Так вот, мы должны, вот тех, кто будет освобожден из этих функций, мы должны их переводить, потому что они грамотные, компетентные люди, мы должны будем их переводить в новые агентства. Агентство по ипотеке, агентство по привлечению инвестиций. У меня есть целая программа, которая называется охота за инвесторами, как мы будем привлекать инвесторов, но это же агентство должно будет заниматься продвижением новых экспортных рынков, нахождением новых экспортных рынков. Вы понимаете, что для всей нашей сельхозяйственной продукции, вот я встречалась в том числе с яблочниками, с людьми, с фермерами, с людьми в сельском хозяйстве, если нам обеспечить централизованно, государство должно этим заниматься, вот это агентство, доступ к полкам торговым в магазинах, берем сеть Лидл, европейская, крупнейшая, и берем сеть Пятерочка, российская, крупнейшая. Вот так нам хватит для всех наших, всех фермеров. Все, их проблемы решены на десятки лет вперед, только имея возможность обеспечивать вовремя нужное количество товара. Ни один наш фермер не в состоянии сам иметь такую команду переговорщиков, иметь такую команду консультантов, чтобы добиться доступа к такой сети. Но президент, если он будет возглавлять, если он будет стимулировать создание таких агентств, он будет требовать, когда будут ездить по иностранным столицам, не встреч и фоточек, и ресторанчиков, и кофебрейков с иностранными лидерами. Безусловно, и это тоже должно быть. Но при этом просить помощи, чтобы добиться встречи с владельцем одной из таких компаний. Какая проблема? Вы думаете, владелец крупной компании не встретится с президентом страны, который будет объяснять, почему мы сможем вам обеспечить постоянный доступ дешевой продукции на вашей полке? Будем заниматься этим. Тоже пример Ирландии. Ирландия в 60-е годы, у них там точечно производилось разного рода масло. И пришла умному человеку идея в голову сделать это в виде кооператива, объединить всех производителей масла, но создать единый бренд ирландского масла. Такая золотая упаковка, я уже забыла, как он называется. Кто в Ирландии живет, знает. Есть самое известное ирландское масло, его продажи в течение нескольких лет на несколько процентов ВВП страны повысили. Просто одно, один продукт масла. Просто потому, что государство взяло на себя роль человека, который будет заниматься маркетингом, доступом к большим рынкам, потому что сам человек, производитель масла, он не может этого сделать. Но когда ему говорят, ты продавай, вот мы все собираем в одну упаковку, а дальше государство обеспечит доступ на все рынки мира. Все. А что еще нужно нашим людям? Объясните. Просто им помогать. Им просто нужно помогать. В строительствах хотят создать эти камеры и агрикули, которые будут помогать. Дай Бог, я искренне желаю ему удачи. Вся проблема в том, что все, что они обещали за последние 4 года, я не знаю, что у них получилось. Я не знаю, может быть, вы, Родика, знаете, что у них получилось. Я лично не знаю, что у них получилось. Если дороги как в Лево-Бумбет, то это получилось. Если покупка самого дорогого газа, то да, это у них получилось. Прима-касса-плюс, которая стала изуродованной формой первой программы Прима-касса. И самое важное, статута кандидата в интеграре в Европе. Но это не потому, что они заслужили, это потому, что благодаря Украине и благодаря, извините, но это грустно, но факт, если бы не война в Украине, не было у нас никакого статуса. Кроме этого, я буду настаивать на том, что государство будет играть очень активную роль и для этого будет создано агентство по продвижению предпринимательства. Мы должны создавать новую культуру предпринимательскую в стране. Поймите, наши молодые ребята, девочки и мальчики, вот единственная девочка, которую встретила в Окнеце, я уверена, что год-два, если ничего не произойдет в ее жизни, она точно уедет оттуда. Она, может быть, не уезжает сейчас, просто потому, что у нее еще нет румынского паспорта. Так вот, молодые девочки и мальчики уезжают почему? Потому что, а, там есть рабочие места, здесь их нет, б, там можно купить дешевое жилье, по 2% ты можешь купить себе дом, 2% ставка, а у нас 15%, извините, но это разница налицо. И цены, тоже другие там. У них рабочие места, то есть рабочие места и жилье. Жилье мы будем решать через ипотечную программу, а рабочие места мы будем решать эту проблему через, как бы, через, знаете, у нас будут шаги двойного действия. С одной стороны, мы будем привлекать иностранный капитал очень сильно, а иностранному капиталу всегда нужно на местном уровне нанимать местных работников. Ну, потому что тебе в любом случае нужен офис, местные сотрудники, которые знают язык, инфраструктуру, гостиницы, машины, такси, аэропорт, аренда жилья. Ну, то есть, у тебя сразу же вокруг этого возникает целая инфраструктура, такой микроклимат. Кроме этого, мы будем помогать в развитии местного предпринимательства. Молдаване, знаете, не богом забытый народ, мы не самые глупые, более того, мы за границей, когда попадаем в иностранные пространства, мы очень быстро интегрируемся. Поговорите с любым из нашей диаспоры, мы на очень хорошем счету, мы трудолюбивые, мы намного реже многих других попадаем в какие-то криминальные истории. Если брать по статистике, молдаване на самом деле очень хорошо себя ведут. В этом смысле, знаете, мы стали главным, наверное, экспортером главного золотого резерва страны. Мы просто поставляем на рынки других стран главное, что у нас есть, людей. Я считаю, что государство должно делать все, чтобы этих людей возвращать. Мы должны их, извините, перекупать. А как ты можешь перекупить молодого человека, когда он в Великобритании или в Ирландии или в Италии имеет дешевую ипотеку и хорошую зарплату? Ты должен ему создавать это здесь. Так вот, для молодых людей мы будем через агентство по развитию предпринимательства создавать проектное бюро по всей стране. В эти проектные бюро будут входить специальные комиссии, представители банка, консалтинговые компании. Это все будет программа государства, которую мы будем обеспечивать. И эти бюро проекторные, они будут определяют направления, которые являются наиболее перспективными для развития. И вот ты хочешь запустить свой бизнес, ты приходишь в бюро, тебе на стол кладут готовый бизнес-план и говорят, вот первое, что ты должен сделать, вот второе, мы тебе помогаем открывать компанию, мы тебе помогаем делать это, чтобы у тебя, допустим, не знаю, орех-то собираешься выращивать, по технологии, чтобы у тебя орех имел больше урожайность, ты должен сделать это, это, это. Вот если ты хочешь процессировать масло, это ты должен делать это, это, это. То есть, как вам сказать, мы можем, конечно, оставить людей, самим решать, и, наверное, в любой раз в этой стране так оно и происходит в какой-то момент, пусть люди сами решают, чем им заниматься, но когда у нас настолько обескровленная экономика, люди часто идут в рискованные бизнесы, а мы не можем себе это позволить, ну, знаете, практика, кто-то открыл один ресторан, у него пошло, все начали открывать ресторан, но обанкротились, кто-то открыл один салон, у него пошло, все открыли салон, они обанкротились, так не работает. В бизнесе должно быть планирование на 10 лет вперед, на больше, то есть, должно быть долгий шаг планирования. Эти проекторные бюро будут делать планирование для страны, для стратегических направлений на 10-15 лет вперед. И мы просто будем встраивать молодых людей, хочешь запустить бизнес, давай, мы тебе под 1-2-3% обеспечим деньги из коммерческих банков, вот тебе деньги на запуск бизнеса, только, пожалуйста, делай именно так, как надо, и через 3 года государство будет сохранять за собой совсем маленький процент, для определенных гарантий, маленький процент как соучредитель, и в течение первых трех лет, как только птенец вылетит из гнезда, полностью отдавать права собственности, потому что это инвестиция в наше будущее. Чем больше у нас будет предпринимателей, чем больше у нас будет рабочих мест, чем больше у нас будет налогов, которые они будут платить, тем у нас будет больше денег в экономике, тем больше у нас будет бюджет. Госпожа Мораль, кто автор этой экономической вашей программы? У меня целая команда, у меня много авторов, чтобы вы понимали, я консультировалась, наверное, с десятком людей, но главный автор, главный автор этой программы, это человек, которого, к сожалению, уже нет в живых, это человек, который меня, знаете, как гуру воспитывал на протяжении 10 лет жизни, я очень ему за это благодарна, это Каха Бендугидса, Бендугидса, бывший министр экономических реформ Грузии, который был автором экономического чудо грузинского, известного, то есть во всем мире, и то, что они сделали за 4 года в свое время, у них был невероятный рост, они пришли к власти, у них там, пенсия была 7 долларов в месяц, 7 долларов в месяц, понимаете, а за несколько лет они по всем рейтингам мировым, объективным, не просто сондажей, а по объективным рейтингам, они стали очень развиты страной экономикой, и это даже оппозиция Саакашвили до сих пор признает, что тот толчок развития, который они получили тогда, они сейчас продолжают им пользоваться. Я рядом с этим человеком была 10 лет, мы очень близко дружили с ним, с его семьей, мне очень жаль, что я не успела записать книгу, потому что у нас с ним было много-много-много часовых бесед, и я всегда спрашивала Каху, говорю, Каха, скажи, а что бы ты сделал в Молдове, а как бы, потому что наши страны, они примерно похожи, в Грузии чуть-чуть больше населения, на самом деле, мы в тот момент, когда они только брали власть, скажем так, и пришли к власти, мы были очень похожи, очень, тоже полная зависимость только от одного рынка, уехавшее население, много-много, при этом криминальная обстановка была крайне тяжелая у них, и у них получилось, и просто, знаете, я верю в то, что лучшие университеты в нашей жизни, это люди, с которыми мы общаемся, у меня была возможность общаться с многими великими людьми, я очень много, кстати, в экономике выучила у Андрея Ларионова, это бывший советник российского президента Путина, он был в начале 2000-х, и он, кстати, сделал очень много радикальных, невероятных для российской экономики вещей, создание стабилизационного фонда, он, кстати, настаивал на том, чтобы Россия очень быстро покрыла все свои задолженности перед всеми иностранными фондами, там, Всемирный банк, МВФ, чтобы освободиться от их кабалы, потому что, будучи связанным с этими меморандумами, там есть очень жесткие условия, ты, когда связан с этим меморандумом, ты не можешь даже сам повысить какой-то налог, либо понизить, либо аннулировать, ну, что тебе меморандум не позволяет, и вот, это я, кстати, от них все выучила, что если ты хочешь встать на ноги, ты должен перестать зависеть от других, потому что другие не заинтересованы в том, чтобы ты встал на ноги, поэтому, да, в моей программе очень много людей, от разных людей, если у вас есть идеи, я буду очень рада, мы открыты, у меня открытая команда, я буду консультироваться абсолютно со всеми, я вижу у кого-то что-то хорошее, правильное, важное, мне абсолютно все равно, кто этот человек, если эта идея будет работать на благо людей, ради бога, она будет в нашей программе. Госпожа Морарь, вашу кандидатуру в ряде СМИ связывает с бизнесменом Вячеславом Платоном, который входит в список санкций со стороны западных стран, он довольно активен в соцсетях и не только вы, вы его видите в составе будущего правительства, допустим, или вашей администрации, и может ли быть он полезным молдавскому государству? Мне так нравится, как кто-то связывает меня с бизнесменом Вячеславом Платоном, ну, вообще-то, связывая сейчас, когда вы решили в политику. Да, вообще-то Вячеслав отец моего ребенка, как бы мой партнер, и как бы что здесь связывать, когда мы ничего не скрываем, мы в отличие от других ничего не скрываем, это раз. Второе, он не находится в санкциях западных всех стран, как бы в пакете, как вы говорите, одна-единственная страна ввела санкции против него, это Канада, по просьбе лично Майя Санду, это было сделано вскоре после визита Майя Санду в Канаду. Канада, страна, к которой он никогда не имел отношения, никогда в ней не был, не был, никаких сделок с Канадой не имел, вообще Канада и он, это, знаете, как я и балет. Так вот, Евросоюз отказался вести... Мне нравится балет? Ну, мне он нравится, но я от него далека. Он, против него Евросоюз отказался, тогда, вы знаете, что было очень много предпринято попыток, чтобы были введены санкции против трех людей, Плохотнюк, Шор и Платон. Против Вячеслава Евросоюз отказался вести санкции, против Вячеслава США отказались вести санкции, и против Вячеслава отказалась вести санкции Великобритания, страна, в которой он проживает сейчас. Он, кстати, в отличие от многих других, которые там рассказывают разные вещи, он убежал не в ту страну, где юстиция подконтрольна, будь то Россия или Турция. Он уехал в страну, в которой признана на мировом уровне самая независимая судебная система, которая вообще существует. То есть он не бежит отсюда. Он, кстати, ждет до сих пор документов по экстрадиции, наши так и не отправили, потому что экстрадиция означает, что его дело будет рассматриваться в британском суде. А в британском суде он совершенно точно сумеет свою независимость доказать. Так как было доказано, в принципе и в нашем суде. Кто не знал, что не Платон воровал миллиард? Все это знали. Плохотнюк с Шором это сделали, просто на него повесили. Все это знали. В свое время у Стоиногла была смелость признать, провести переоценку всего дела по краже миллиарда и назвать вещи своими именами. Невиновные люди не должны сидеть в тюрьме, а виновные должны быть привлечены к ответственности. Как только он пошел по этому пути и начал слишком большую бурную активную деятельность в отношении Плохотнюка создавать, почему-то его снесли. Здесь у меня, кстати, вопрос к нынешней власти, что связывает ее с интересами Плохотнюка в Молдавской юстиции и почему люди Плохотнюка принимали участие в спецоперации по отставке Александра Стоиногла в 2021 году. По поводу связи, связь очевидна, я ее не скрываю. Что здесь скрывать? Вячеслав один из умнейших людей, кого я в своей жизни встречала. Он умный человек, что бы про него ни говорили, как бы про него что ни расписывали. Он человек умный, который сумел построить огромный бизнес. Он в свое время владел 65% банковского сектора Молдовы и он владел им не потому, что он был у власти и находясь у власти, используя админресурс, купил все эти банки. Он сам с нуля их развивал. Человек сам, своими мозгами. И поэтому, да, если у него будут хорошие идеи. Кстати, идея по поводу проектных бюро по стране, она взята у него. Давайте мы прервемся на короткую рекламную паузу. Хорошая идея, отличная. Будет еще у кого-то, возьму и у других. Короткая рекламная пауза. Оставайтесь с нами, мы вернемся через несколько минут. Мы вернулись в студию. У нас сегодня независимый кандидат в президенты, Наталья Марарь. Госпожа Марарь, мы услышали вашу экономическую программу. Она довольно-таки интересная. Рудико, не обижайтесь, вы услышали одну двадцатую часть моей экономической программы. Просто я знаю... К сожалению, у нас нет... Эфир не резиновый. Да, нету такого количества времени, чтобы услышать весь программ, хотя он публичный у вас. Да, публично на моем сайте гражданемораль.мд на обоих языках. Программа есть. И, пожалуйста, читайте. Я, правда, в эту программу верю. Я знаю, что это лучший продукт в плане электорального документа, в электоральной программе, предвыборной программе, которая есть. Потому что я посмотрела все, что предлагают другие кандидаты. Я горжусь этой программой. И если не получится сейчас на президентских выборах, я совершенно точно с ней пойду на парламентские. Потому что каждая моя встреча и контакт с людьми, разговор с людьми нашими убеждают меня в том, что это абсолютно правильный фокус. Экономика прежде всего. Все, хватит верить в халяву. Халявы нет. Надо пахать, пахать, пахать и зарабатывать самим деньги. Нужно позволять большим зарабатывать деньги у нас и нам платить по чуть-чуть. И нам, нашим местным, помогать зарабатывать, подталкивать их, учить где надо. Только через это мы сможем обеспечить нормальные пенсии, достойные, нормальные зарплаты медикам, бюджетникам, учителям. Только так. Тогда мы сможем позволить себе строить новые школы. Мы уже можем себе позволить их не закрывать. И я обещаю, что в моем мандате ни одной школы, ни одной больницы не будет закрыта. Но, нет, может быть закрыта с одной оговоркой. Если рядом будет построено новое, более современное, и будет понятно, что старое здание, оно просто не соответствует условиям. И все. Потому что не может быть живой жизни без садика, школы, больницы и какого-то культурного места, где люди могут заниматься и чем-то другим для души, не только для желудка. Госпожа Морарь, давайте мы с вами остановимся чуть-чуть на заявление господина Черноутзану и глава антикоррупционной прокуратуры Драголин. Они на этой неделе опубликовали данные. 130 тысяч граждан Молдовы были скоррумпированы, так сказать, если можно так сказать. Каково ваше мнение по этому поводу? Ну, про эту сетку знают все в стране. 130 там тысяч, 150, 70, 50. Я не знаю. Знаете, со свечкой не ходила, не проверяла. Я бы по-другому задала вопрос. А как так получается, что за 4 года правления, имея абсолютно все ресурсы, имея все правоохранительные органы, все рычаги, которые тебе подает правоохранительная система, мы оказываемся в ситуации, что люди настолько нищенские живут, что они готовы брать по 500, по 900 лей, чтобы за кого-то голосовать. Ну, во-первых, вы меня извините, я сейчас с севера еду, мне рассказывали люди, как на прошлых выборах точно так же им давали, не помню, какую цифру называли, но в том селе всем раздали деньги, но в селе 20 человек проголосовали за того, за кого просили. То есть, подождите, люди берут деньги, но не факт, что люди голосуют так, как их просят. Это даже не смешно. Я всех призываю быть партизанами в этом смысле. На кого-то власть давит, пугает, говорят, что если не проголосуем за Майю Санду, то все, наше село потеряет проекты, все получат по шапке. Кого-то покупают деньгами, но человек все равно тогда, когда входит в эту будку для голосования, он там один, наедине с собой. Я предлагаю ему представить перед собой, перед своими глазами своего ребенка. Вот я представлю своего трехлетнего ребенка, вы своего ребенка, и поговорить с ним. Я это делаю для тебя. Поэтому те, кто берут деньги, это плохо. Я это осуждаю. Но я осуждаю в первую очередь тех, кто дают, но не тех, кто берут, потому что люди несчастны, люди бедны, они от бедности вынуждены это делать. От бедности. Поэтому власть должна сделать так, что за 4 года ты настолько поднимешь уровень жизни в этой стране, что у пенсионера будет пенсия не 2,5 тысячи лей или 3 тысячи лей, которых не хватает даже на фактуру, а у него будет нормальная пенсия тысяч 10 минимум, на которую будет хватать купить себе и медикаменты, и мясо раз в неделю, и рыбу, и даже куда-то пойти, может быть, не знаю, в театр один раз, в Кишинев приехать. И при таких условиях я не думаю, что так легко будет задешево покупать этих людей. Я не думаю. Поэтому я это осуждаю, безусловно, но я хочу смотреть вглубь проблемы. А глубина проблемы, она не про то, что, ах, вот эти 120-130 тысяч людей, какие они продают, они коррумпированы, эти люди несчастны, они вынуждены это делать. Поэтому я к ним обращаюсь в том числе и к тем, кому угрожает, вызывают. Сейчас я ехала по дороге, мне звонили знакомые, департамент, все, что касается медицины, образования, соцзащиты, обзвон, обязаны голосовать за Майю Санду. Так вот я и тем, и другим говорю, ребята, когда вы будете в уровне голосования, вы один на один с собой, поговорите со своим ребенком, внутренне дайте себе ответ на вопрос, кто из этих кандидатов сможет реально что-то сделать, а не просто обещать, и голосуйте за него. А всем остальным рассказывать, что да, амвутат, амвутатку я, амвутатку чини, принесеми семью, спут. Говорите всем, говорите, никто проверить этого не сможет. Госпожа Морари, последний вопрос, почему молдаване из списка с десятью политиками должны выбрать в качестве будущего президента журналиста? Не профессия определяет человека, а его внутренние качества и его стержень. Во-первых, моя профессия не журналист. Я в журналистику случайно попала. Меня знают как журналист, вообще социолог, а до социолога я вообще физик, я закончила физмат, я очень люблю физику, математику. Случайно? Физика Наталья Морарь точно, люди не знают. Я, кстати, республиканский олимпиец по физике в республике место, первое место в городе. Я вам верю. Да, так что я всегда люблю, то есть, знаете, есть то, что про меня знают, а есть то, что есть на самом деле. Люди, во-первых, не должны за меня голосовать. Люди себе сами должны ответить честно на вопрос. Они готовы продолжать верить в сказки, вешать себе лапшу на уши и потом приходить домой к детям и говорить, знаешь, сегодня ты на ужин будешь есть обещание. Вот мне обещали, но не сделали, но поешь ты обещание. Думайте о своем будущем. Поэтому они пусть думают рационально, рационально смотрят кто что предлагает, не просто обещают, не просто говорит, что я вам молочные реки, медовые берега обеспечу, а тот, кто приходит и говорит, как он это будет делать. Вот моя программа, она про это, про то, как, не только что, но и как. Плюс я предлагаю видение на 20 лет вперед. Статистика мировая показывает, вырываются вперед только те страны, которые имеют долгий шаг видения. Мы, наши все политики, они думают исключительно на будущие 4 года. Вот как через 4 года снова удержать власть. А я сейчас в 40 своих лет думаю на перспективу до 60-65, потому что я в политику прихожу надолго. И я хочу к концу этих 20 лет иметь такой результат, чтобы Люксембург, Ирландия и Южная Корея, на которые я ориентируюсь и их примеры беру в своей программе, чтобы они смотрели на нас и хотели регистрировать свои компании в нашей стране. И я в это верю, это возможно. Спасибо, что вы согласились прийти сегодня к нам в студию. Я благодарю вас за приглашение. Успехи вам. Еще две недели остались до 20 октября, тот решительный день, когда граждане должны выбрать свое будущее. Спасибо. Всем вам удачи. Вы посмотрели передачу Шаптизили, я Радика Кравченко и встречаюсь с вами завтра. Те, кто не смог посмотреть нашу передачу, могут сделать это на ютубе странице нашего телеканала или на фейсбук странице передачи Шаптизили. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин